доброго времени суток дорогие наши любители варкрафта сайт goodgame.ru и комментатор бани вур продолжают рубрику best replays очередной выпуск 7 серия будем смотреть противостоянием орка против хумана на карте тери нас хуман играет за клан о май фа кинга ну или омский металлургический фуфлыжный говномес я не знаю как это переводится но надеюсь что вы более догадливый и дотошные узнаете как называется клан хумана и вот сразу же видно что хуман будет готовить сюрприз орку по позднему алтарю который находится снизу от ратуши мы понимаем что это будет либо нейтральный герой либо маутен кинг с тремя футменами сразу орк вроде пока стандартно открывается но скорее всего хуман побежит крепится куда-то вниз а орк орк будет заказывать блэйд мастера или фарс форсера или никого не будет заказывать вот как сейчас делает дример кстати который управляет зеленокожими громилами да не заказывает героя орк я думаю что он планирует я не знаю что планирует он разведку не сделал он не знает кто там у хумана и что там у хумана я думал что он зависимости от выбора виза будет каким-то образом отвечать своим героем но но нет он просто построил алтарь и ничего там не заказывает такой санчес стайл надо было строить два алтаря тем временем подбежал к таверне пион нарубал дров и понес на новый год скоро нужно так там что-то строится это логово что знаю я нарубал и понес я думал домой а нет он решил такой сепаратизмом заняться заняться сепаратизмом объявил что не собирается подчиняться юрисдикции орков и встроить свой свое маленькое гордое государство вдалеке от родных краев но все эти сепаратистские наклонности не думаю что будут поддерживаться на самом деле это лавка и бист мастер ну честно говоря алтарь тогда рановато под под нейтрального героя может быть дример решил непосредственно в ходе игры забрести велосипед и придумать что-нибудь эдакое так без мастер и mountain king согласитесь довольно необычное сочетание героев в матчапе хуман и орк правда ведь mountain king вместе со своими прислужниками адептами и прихлебателями в общем со всей семьей вот здесь три брата и пятеро сыновей бегут на зеленую точку возводить там судя по всему город потому что с тремя футменами можно легко закрепить было зеленую точку и без рабочих соответственно там скорее всего будет заложен стольный град а орка начинает скриппинга центральных точек вместе со свиньями будет качать без то не спрашивайте меня что за стратегии они разработали что они будут делать и честно говоря понятия об этом не имеют что это за сюрприз такой от орка я не знаю три гаранта 4 в заказе два кабана без мастер продолжает качать лево но ему уже третий level 2 свиньи в принципе может быть это будет какая-то застройка или пуш с амонами на левел 3 бестмастера попытка окружить гранта не увенчалась успехом я вам гарантирую а вот теперь увенчается маутен кинг вовремя понял свою ошибку что-то приятная экспа для мк приятный неожиданный подарок наступающим новому году 2 левел можно еще одного гранта отжать он оранжевый как раз но решил заняться свиньями видите хуман и только строит город но и готовит какие-то продовольственные запасы одного кабана уже в сумку уложил на самом деле отвлекает виз сейчас внимание дримера в то время как строится его побочка вторичка нычка золотовалютная как хотите так и назовите отличный болт был в жреца хиллера приятная экспа для маутен кинга вот второго бы забрать но по моему там больше нет молотков лесопилков и тир один ну что ж друзья ожидаем ожидаем какой-то жестокий пуш от орка со вторыми свиньями разделяет свою армию разделяя властвую здесь трое братьев маутен кинга не на тех нарвались завершена быстро объяснили одному из них что не стоит ночью без сопровождения здоровенного битюга друга ходить по чужим районам орг стремительно получает третий левел своему бесту видимо без этого стратегия не работает и бежит застройка застройка а у маутен кинга очень слабо с хп приближается он там к третьему левелу но я не знаю есть ли магазин на базе у хумана судя по всему должен быть плюс ночью можно купить сапожки до началась застройка надо сразу срывать рабочих отменять эти вышки более видит все это хуман но абсолютно невозмутимо непроницаемо маутен кинг продолжает свой криппинг до 3 левела вообще застройка это неплохой ответ на мк сколько молотков на всех не напасешься да по моему их и нет больше нет есть там немножко 150 я вижу два молотка ну кого он ими убьет за решительно непонятно хотя здесь две вышки орг очень неудачно подконтроливает правда жизнью лесного жреца он пробрил все-таки одну вышку у мк есть два молотка ровно отдает только еще двух грантов недоконтроливает три гранта сейчас сольются один еще битый но вышки стремительно достраивается нужно отменять вышки одну вышку отменяет минус еще один грант маутен кинг он шикарен конечно но битый битый прибитый а свиньи начинают охоту за футменами одна вышка достраивается одно отменяет вторую тоже отменяют и остается только одна башня уорка две сломанные башни но в это время свиньи устраивают охоту за мк только лава лапом мк сохраняет свою жизнь но ненадолго здесь он решил видимо ругнуться на свинью что сказать ей что-нибудь обидное остановился и это было фатальной ошибкой мк и так застройку хуман отбил но потерял героя хотя может быть и к лучшему потому что маутен кингу решительно негде было лечиться он вообще бежал видимо на экспэншен где строился магазин хумана есть инкам у него есть полный просто полное золото здесь память уже 4 левела бист а может быть до 4 лоббист и я думаю что он взял на втором левеле как раз на третьем левеле сокола нет сокол это тяжелый такой удар по хуманскому теперь уже экспант у него на главке а главка на экспанте вы видите что делать great nighter 2 хуман в другом месте и наверное это правильно потому что здесь идет застройка здесь нужно постоянно подстраивать рабочих превращать их в ментов хуман нанимает двух вас стреляющих из лагеря наемников и будет пытаться отбиваться от застройки для того чтобы отбиться от застройки хуману нужен второй герой желательно она может быть архимаг может быть панда может быть тинкер хуману нужен соответственно нужно кузнеца и маркиры либо футмена с дефенсом футмена с дефенсом тоже неплохой ответ кстати не знаю выучил он дефенс или нет у него большие проблемы с лесозаготовками надо нанять лесоруба а он нанимает вместо этого судя по всему одного тролля в общем одного шахида подрывника камикадзе направляется на вышке отвлекает маутенкинд как может камикадзе добежит или нет вот в чем вопрос свои же мешают камикадзе и подставили подставили камикадзе глупые менты вот здесь хочется сделать замечание министерства внутренних дел хумана эти менты не прошли квалификацию судя по всему в свое время заблочили подрывника и хуман в пустую потратил ресурсы как же так но инкам есть стабильный правда рабочих не остается он наломился всеми рабочими на вышке и всех там отдал сокол 2 наяривает футменов по полной программе магической атакой и судя по всему нет грейда на щиты у виза бисмастер рассверепевший буквально лютую тут бесчинствует самона один за другим вызываются свиньи сокол и вся эта бригада кавалерия направляется с визитом к еще одно хуманское государство в еще один хуманский городок навести там свои порядки провести досрочные выборы но здесь вышки здесь есть защита x great на тир 2 достроился у хумана вот вопрос теперь ой маунтан кинг маунтан кинг прожми поушин прожимает поушин кидает болт в биста кстати болтами он может застрелить биста биста есть тп вот сейчас нужно будет реагировать рановато решил не рисковать дример в это время вышки начинают расстрел расстрел хуманского поселения городского типа ждем подклепы great вот дом вождей нет это тир-1 торг полностью вложился в эту застройку на тир-1 а на тир-2 бы уже кат и подъезжали было бы так хорошо но мы не видим ресурсы дримера я готов но вышки он вложился значительно и построил их отменили еще четыре построил так как отбиваться от вышек большой вопрос большой толстый хумана пытается закупиться в ворочем магазине маунтан кинг пытается уговорить знахаря продать ему хоть что-нибудь но знахарь верен просто до конца своему хозяину бесту предан преданный гражданин да ну собственно на этом видимо история с хуманским мейном завершается и сейчас снова они перейдут к игре один в один чем он может влепить нычку зря вам все тратит сейчас деньги на этих наемников может быть конечно можно диспелить с омонов через пристов но троллей на словно лучше бы он скорее построил армия нормальную армию нанял бы второго героя катапульты ну опять же здесь уже наверное не отбить потому что не катапультами а мортирами здесь не прострелять уже потому что много суммонов у орка там два кабана сокол мортиры не будут жить однозначно здесь нужен какой-то другой ответ возможно не для того что то есть отбиваться застройки уже нет смысла уже нечего отбивать там пустошь на месте бывшего хуманского мэйна там пустырь орг возможно будет готовиться к нелегальной несогласованной точечные застройки реновация по орочи будет строить нашу свою красивую многоэтажную хибару а может быть хуману нужно бы здесь уже и бладмаг для того чтобы через бенниш и высасывание маны виста обезманили значит обезсаммонить хороший телепорт здорово здесь подконтролил виз успел уйти на персонал очки у хумана нет лимита в ускоренном темпе строятся фермы и кувыркаются два тролля где-то вдалеке видимо у них какая-то служба на далеких подступах пограничных где-то там на вражеской границе они несут свою вахту в то время как родная армия пытается отбиться от полчищ наступающих зеленокожих битюгов что ж смотрим дальше смотрим дальше здесь бист увидел плохо лежащую предмет подобрал его молодец получил болт получил фокус вышек но размен я считаю честно отвлекся на секунду уже тут происходит какой-то экшот нельзя нельзя отвлекаться больше два загулявших два загулявших тролля берсерка мне кажется сейчас отправиться про отцам но сокол решил вгрызться в макушку маутен кинга кусает его прямо в молоток 5 мк между тем там можно болтами вот так вот грантов выносить на поле но болтов опять же на всех не напасешься нужен второй герой и я предлагаю блуд мага как ответ на все ну а орг судя по всему готовится там к ты поехали готовится к осаде второго хуманского города второго хуманского рудника панда вторым героем не очень грамотный выбор потому что качать панду уже решительно негде хотя есть один магазин есть второй магазин может быть с горем пополам где-то два с половиной левелом можно подгрызть а дальше дальше там до 3 уже будет недалеко тролли берсерки каким-то чудом выжили но жизнь их ничему не учат надо ходить с папой нельзя нельзя отлучаться от него не на шаг завершено застройка номер два первого раба встреч или дружит встретили дружественным молотом в чердак ну а хуман разводит здесь зоопарк не знаю банда сейчас порешает все это плюс омоны плюс каты посмотрите какой жесткий фокус по маутен кингу него есть конечно поушен и панда умирает с двух молотков маутен кинг пробивает поушен свиньи начинают стрелять там сорка умирает пятого левела бист мастер катапульта надо контролить орку и свиньи должны у свиньи здесь разбирают весь зверинец правда орк теряет катапульту но маутен кинг абсолютно без ничего и сейчас его можно просто застрелять болт очередной в биста летит сокол не потому стреляет сейчас еще один болт будет бис на скролла в спиде убегать надо как-то замазаться болт же болт господи не так контроливает орк теряет двух героев через молотки маутен кинг живой панда из таверны но маутен кинг уже вовремя успел улететь на персоналке да орк здесь явно не в контроле в общем застройка временно отменяется ну зато панда качается полнейший хаос и сумбур суматоха орк решил действительно с дальних поступов начать застройку пользуясь тем что хумана банально ну вот кастера это плохой ответ на застройку хороший ответ на застройку это мортиры под прикрытием собственных башен сокол догнал берсерка троля наш город осаждают враги и отцакалил его заклевал до смерти но маутен кинг продолжает ну он кричит орку ну у тебя же рабочие но вот я буду каждому рабочему по молотку в руки персонально говорит мк и исполняет этот слоган сейчас еще один рабочий да вот с молотком светлая ему память просто очень тяжелые молотки у гнома и не каждый рабочий его удержат минус магазин архимаг ну вот нормальный ответ на застройку кстати опять же ман ореген blizzard здесь нужен обязательно может быть даже ман ореген можно нужно взять архимагу первым чтобы мака побыстрее ману свою восстанавливал начинается на лом под биста снова идет атака бист отходит отдал по добру по здорову подальше от греха панда здесь может умереть отлично отфокусил вышками гоблинского резака первая вышка падает орочи юниты все атакуют в разброс но вгрызись уже в маутен кинга всеми всеми ну кто в лес кто по дрова опять орки в общем видимо не славится своей слаженностью и с координированностью действий город осаждают враги маутен кинг давно должен был умирать но теперь он получает 6 левел принимает форму и побежал побежал вот сейчас панда я думаю станет первой жертвой маны мана на молоток есть минус без мастер панда не понимает что ему делать что и делать мк окружает при помощи каты невероятное окружение но мк снова нажимает персоналку надо выкупать беста в таверне орку но мы не видим его ресурсы к сожалению мк минус кабан две катапульты должны в страхе пятится от шестого гнома ухом она огромная проблема с лимитом сколько все фермы снова были уничтожены вот два приста и панда архимаг боже кабан догнал лошадь вонзил ей клык под хвост жалко дедушку лошадь не довезла деда до дома престарелых панда сейчас будет без маны получил залп вышек окончательно без моря город осаждают без мастер ну а у хумана огромное количество ресурсов но проблема в том что строить ему решительный нечего сколько у него supply блок и здание из которых кто-нибудь может выйти тоже беспощадно уничтожаются для меня все происходящее настоящий триллер что здесь зарешает маутин кинг 7 либо все таки кота застреляют окончательно хумана это большой большой вопрос орк строит по бочкой вот это мне кажется как раз решающий фактор решающий фактор в этой битве панда не уйдет уже сейчас будет молоток кат и кат и побежали в рассыпную почти почти всю базу расстреляли хуманскую но слушайте круче чем 6 маутин кинг не будет но будет конечно десятом но все ключевые спелы у него уже есть боже 2 кота чудом чудом выживает бестмастер 5 под инвизом купил инвиз зачем-то сделать персонал очку к магазину зарегенил ману в принципе орку не нужно давать прямое сражение с маутин кингом хотя в этом прямом сражении но орк такой же криворукий как я не может покусить армии 1 1 юнит одного героя он всеми бьет всех а маутин кинг уже обнаглел окончательно заходит на базу корку дверь головой с петели срывает на еще молоточек минус грант приходит бестмастер пытается с грантом и тремя рабочими остановить этого маутин кинга нужно работать с омонами с омонами вызвал и отбежал на безопасное расстояние пускай маутин кинг свиней молотки кидает мк продолжает ног седьмой сейчас сейчас он будет панда здесь орку уже совершенно ни к чему она здесь уже не прокачается скорее на ней будут качаться может быть и не надо было ее восстанавливать если честно маутин кинг 7 минус 40 но нычка орка нычка почти достроилась а это знать а там же рудники боже там закончился руднику орка в какой-то момент настолько большой экшон происходит что я не обратил внимание на тайминге то есть ворка денег сейчас нет но не надо лезть героями вперед или фокусе всеми по мк мк снова врубает форму плюс хп неуязвимость к магии фокусить можно только свиньями но все равно две свиньи третьих это это такой ад вы не представляете какой-то жесткий фокус свиньи продолжают охоту они здоровы и они с огромным дпс по присту идет работа какого левела архимаг покажите архимага маутин кинг затаренный ну кстати нычка заработала я вижу там орган переводит рабочих это означает что надо орку надо каким-то образом каким-то образом просто харасить ему не нужно ему нужно качать панду сейчас хотя бы до третьего ему не нужно бежать сражаться просто панду с тремя двумя-тремя грантами отправить зачищать точки получить третий левел там просто можно дышать нужно купить инвулы на нас напали что еще можно по тени и по те наверное нет но можно например уже просто в наглую такую базу точнее хуман базу орка атакует драться с ним не стоит тем временем под потихонечку полигонечку виз развивается а дриммер идет снова отдавать героев судя по всему хотя им к уже отпустила здесь может быть сама нападим по фокусе от это него есть по ушам и мк нажимает персональный т.п. да дела нужно закупаться потами потами инвулами орку и наконец начинается криппинг панды до третьего левела пора бы уже там как бы вторяк у хумана не закончился 1700 голды остается ну вот то есть хуман сейчас должен строить армию и идти наверно в лейт вот почему панда умерла 16 раз прежде чем поняла что нужно ей получить левел я не знаю еще качай там пятая панда будет и все пятая панда это мертвых умы без мастер нужно делать разведку с омонами без мастер далеко панда а я я и начинается фокус мк еще есть много молотков панда умирает здесь дирижабль нужен здесь обязательно горку вот что панда минус орг должен купить был дириж бомбель дириж бомбель для того чтобы как-то панду спасать от этого всего ахуман отправляется ну сейчас без мастер также отъедет ну господи почему ничему орка жизнь не учат маутен кинг возвращается есть новая жертва молоток в беста должен полететь первый молоток пошел у маутен кинга еще на пару молотков есть начинается фокус по маутен кингу он окружает беста изо всех сил кто кого перефокусить маутен кинг врубает ультимейт и минус бестмастер господи орг за всю игру так и не догадался купить себе дириж бомбель это провал ребята это провал отличная игра хуман каким-то образом имея 17 лимита может даже меньше сумел от ковыряться и на маутен кинге затащил но это конечно в первую очередь из-за того что в орг ну полнейший полнейший молодец за сим все в любом случае игра мясная веселая уверен что вам понравился понравился этот реплей встретимся в следующих выпусках рубрики best replace заходите на сайт goodgame подписывайтесь на мой канал на ютюбе обязательно и подписывайтесь на канал goodgame.ru также на ютюбе до новых встреч ребята не будьте раками